Региональный профориентационный проект «Аттестат плюс профессия» стартовал в Приморье. Программа рассчитана на 8-11 классы, она дает возможность получить профессию еще в период обучения в школе. В этом году свыше 3000 ребят получат квалификационные навыки. С открытием нового сезона учеников поздравили заместитель министра профессионального образования и занятости населения Приморья, начальник отдела общего образования Министерства образования региона, директор колледжа машиностроения и транспорта и директор школы номер 9 в селе Кипарисово Надежинского района, одного из самых активных партнеров программы. Дорогие ребята, у вас открылись ваши профессиональные возможности, собственно, буквально с 8 класса. То есть сейчас вам, школьникам, предоставляется масса возможностей и в 8, и в 9, и даже если вы остались в 10-11 классе, попробовать совершенно разные профессии, примерить для себя профессиональные навыки и понять, какие из них наибольное гармонично сочетаются с вами, с вашей личностью и позволят вам быть успешными. Также в этом году все 29 государственных учреждений среднего профессионального образования активно вовлечены в работу программы «Аттестат плюс профессия». Вы в аттестате получите QR-код, в котором ваша первая профессия с вашими компетенциями будет четко отражаться. Но, ребята, это будет возможно, если после одного либо двух лет обучения в рамках профессии вы успешно сдадите квалификационный экзамен. Это будет демонстрационный экзамен, где вы также, как и студенты колледжей, будете демонстрировать свои навыки. По словам Ирины Маргуновой, проект «Аттестат плюс профессия» в 2022 году после года пилотной реализации объединил 15 колледжей. По итогам учебного года свою первую профессию получили 440 учащихся. Наша география этого проекта очень сильно расширилась. И уже у нас выпустилось около тысячи обучающихся в 2023 году вместе с профессией из образовательных организаций. И сейчас очень приятно о том, что все колледжи у нас участвуют в этом проекте. О том, что у нас увеличивается количество образовательных организаций, которые подключаются к этому проекту. Количество обучающихся, как уже озвучили, это около трех тысяч в этом учебном году. После торжественной части состоялась официальная презентация проекта, на которой руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Ирина Намтаева представила результаты работы по программе. Далее для школьников открылись образовательные секции, профориентационный трек и карьерный трек, и интерактивные площадки, где школьники могли попробовать на себе разные профессии. Напомню, в Приморском крае организована декада СПО. В течение двух недель в регионе проходят различные активности и торжественные события, направленные на популяризацию и развитие среднего профессионального образования. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова, Новости на Восьмом.